Помолимся. Меня подсоедини. Вы подсоединены. Вы подсоединены. Помолимся. Царь Небесный, утешитель души истины, И живи здесь, и вся исполняя сокровища благих. И жизни податель приди и вселись в нас, И очисти нас от всякость скверны, И спаси благой души наши. Господи, благослови наши занятия. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево От истинного понимания смысла. Сохрани нас в любви, согласии, единомыслии по слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня 23 января 2019 год. И мы изучаем пособие для беседы о вере с людьми различных убеждений. Следующая тема. Необъятная Вселенная прославляет безграничный разум Творца. По мере внедрения новых изобретений в наблюдение звездного неба, Люди обнаруживают все больше и больше звезд в просторах Вселенной. Так, современные телескопы позволяют видеть в сотни раз больше звезд, чем их видно невооруженным глазом. Числа же всех звезд люди не знают и не могут знать. Ибо один только Господь, цитирую, исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Псалом 146.4. Как полагают астрономы, количество звезд видимое в телескоп ничтожно мало по сравнению с числом звезд, которые находятся вне поля наблюдения человека. Открывающаяся перед нашим взором бескрайность Вселенной говорит не против, а только за Бога. Один из крупнейших астрономов 20 века Мил считает, что создать бесконечную Вселенную мог только бесконечный Бог. И действительно, признавать творение Божие весьма великими значит чтить Бога. Рассматривав телескоп, нескончаемое множество галактик нельзя не восхищаться разумом их великого Создателя. Четыре наиболее яркие галактики заметны невооруженным глазом. Это наша галактика, Млечный путь, туманность созвездия Андромеды, и еще две галактики, большое и малое, Магеллановы облака, которые можно наблюдать в южном полушарии неба. Среди бесчисленных галактик одни, так называемые эллиптические, они имеют форму эллипсоидов, тел похожих на шары, сплюснутые вдоль оси вращения. Другие спиральные, спиральные галактики наиболее многочисленны, имеют самые разнообразные формы. Есть еще галактики, как говорят, неправильные формы. Каждая галактика объединяет примерно 150 миллиардов звезд. Звезда от звезды находится в среднем на таком расстоянии, что свет, движущийся со скоростью 300 тысяч километров в секунду, проходит это расстояние за 4 года. Для сравнения, свет от Солнца до Земли идет немногим больше 8 минут. Поезд же, движущийся без остановок с постоянной скоростью 100 километров в час, прошел бы путь, равный расстоянию от Земли до Солнца за 170 лет. По современным космологическим представлениям, в наблюдаемой области Вселенной метагалактики заключаются сотни миллионов и даже миллиардов галактик. Как здесь не воскликнуть вместе с ампером, как велик Бог, а наше знание ничтожно? Человек издавна стремится узнать, как устроена Вселенная. В поисках ответа на этот вопрос появляются различные космологические модели, которых уже десятки. Однако человек еще бесконечно далек от знания полной картины мироздания. Все, что известно людям о бескрайней Вселенной, это примерно столько же, сколько знаний о глубинах и просторах океана у человека, который изучил его, отойдя всего лишь на несколько шагов от берега. Способен ли ты, такой океанолог, хотя бы глубоко изобразить контуры океана? Если Вселенная имеет какие-либо границы, то они ведомы только Богу. Вполне возможно, что звезд или даже галактик больше, чем песчинок во всех пустынях мира и на берегах всех морей. Ведь Бог всемогущ и безграничен своим разумом и своих творческих способностях. Святитель Василий Великий высказывается. Создатель этой Вселенной, имея творческую силу не для одного только мира, достаточную, но и в бесконечное число раз превосходящую, все величие видимого привел в бытие одним мановением воли. Далее святитель Василий Великий говорит, Бог наш ничего не создал сверх потребности, так же не создал и недостающего чего-либо. Вселенная – убедительное доказательство существования Бога. Размышляя о бескрайности Вселенной, человек невольно задается вопросом, для чего существует столь необъятная Вселенная? Наука бессильно сказать здесь что-либо так же, как ей не ответить и на другой вопрос, что такое материя, другими словами природы и как она пришла в движение развития, ибо наука изучает материю уже в готовом виде, не задаваясь вопросом о ее происхождении. Допустим, какой-нибудь астроном любитель обнаружил в свой самодельный телескоп великолепный дворец на Луне. Он не может им налюбоваться через линзы и объективы. Тотчас появляется масса вопросов, они растут и множатся. Увлеченный своим открытием, этот придуманный наблюдатель звездного неба, не находя другой возможности, чтобы лучше разглядеть дворец, в порыве любознательности поспешает со своим телескопом с балкона на крышу дома. Намного ли яснее он теперь увидит дворец, увидит ли прекрасное здание с других сторон? А поможет ли здесь телескоп ответить на вопрос, кем и для чего создан этот дворец, кто его обитатели и чем они занимаются? Не так ли обстоит дело и с познанием человеком всей Вселенной с помощью телескопов и межпланетных станций? Можно ли хоть как-то сопоставить размеры Вселенной и ту высоту над Землей в сотни и тысячи километров, на которые движутся искусственные спутники Земли? Говоря же о том расстоянии, на которое удаляются от Земли межпланетные станции, следует сказать, что по сравнению с расстоянием хотя бы до самой ближайшей звезды, оно значительно меньше, чем расстояние от балкона до крыши дома в сравнении с расстоянием до Луны. Астрономия имеет дело с очень и очень огромными расстояниями. Эти расстояния, выраженные в километрах, записываются 23-х значным числом, и это не край Вселенной. Чтобы хоть как-то вообразить в себе такое расстояние, рассмотрим пример. Если бы размеры Земли, всех небесных светил и всего космического пространства можно было бы пропорционально уменьшить так, чтобы наша огромная Земля стала бы как яблоко, тогда все небесные светила весьма значительно сблизились бы между собой. Но даже при таком, в кавычках, сближении, самые отдаленные из числа известных нам звезд были бы в сотни миллионов раз дальше от Земли, чем фактическое расстояние от Земли до Солнца. Серьезно задумаемся над этим. Бог вне пространства. Он не связан никаким, ни самым большим, ни самым малым расстоянием. Человеку не понять этого, как и другие свойства Духа Божия. Но аналогию, хоть и очень грубую, можно привести. В микромире, в мире молекул атомов мельчайших тестичек, из которых построены атомы, расстояние ничтожно малы. Размеры тела взрослого человека, например, в сто тысяч миллиардов раз превышают размеры атомного ядра. Ясно поэтому, что человек не может быть связан масштабами микромира. Он вне восприятия пространства, характерного для микромира. Бог находится также и вне времени. Для Бога и тысяча лет, и миллиард лет, и какой угодно еще больше промежуток времени. Это как миг мгновения, подобно тому, как для человека время, характерное для процессов, протекающих в микромире. Например, для человека одна секунда это миг мгновения. Одна же секунда по отношению к десяти в минус двадцать третьей степени секунды, или десять в минус тридцать восьмой степени секунды, Время жизни некоторых элементарных частиц – это своего рода бесконечность. Все процессы, протекающие как в микромире, так и в просторах Вселенной, есть результат непосредственного вмешательства Всевышнего. И Бог позволяет человеку познавать проявления своих действий на уровне математических, физических, химических, биологических и других законов. Выдающийся физик Эрштетт писал по этому поводу. «Все бытие есть сплошное творение Богу, всюду отпечатлевшее на себе бесконечно совершенный, неизменяемый его разум. В нашем сознании это непрерывное действие божественного разума, его вечное отождество с собой делается законами природы». Достоверные знания о мироздании, а не догадки, предположения, гипотезы не могут противоречить христианству. Даже если бы наука доказала, что осмысленное устройство Вселенной произошло от случайного соединения разных там космических частичек газопылевого облака, неустроенного первовещества, но откуда эти частички, пылинки, первовещество, то и тогда обязательно следовало бы признать Бога. Сам по себе хаос не может прийти в порядок, бессмыслиться, обрести смысл, неразумно произвести разум, слепая случайность, произвести такой изумительный орган, как глаз человека. Так вот, если бы все же ученые располагали неопровержимыми фактами, что Вселенная – дело случая, тогда надо было бы сделать только один вывод. Бог с целью явить свое непостижимое всемогущество повелел неустроенному веществу устремиться случайным путем, и оно повиновалось Всевышнему. Можно без конца говорить и писать о том, как мир звезд прославляет безграничный разум Всевышнего. Звездное небо никогда не прекращает свою убедительную проповедь о Творце. Звезды всегда говорят нам о Боге. С глубокой древности философы и материалисты утверждают, что Вселенная бесконечно в пространстве не имеет ни начала, ни конца во времени. Материалисты говорят, поскольку космос не имеет границ, в пространстве значит нет Бога, нет и небесного царства, ибо в бесконечной Вселенной не остается места для Всевышнего и небесных обителей. А поскольку, мол, Вселенная безначальна, значит и нет Бога Творца. Интересно знать, каким образом древним материалистам удалось установить, например, что мир не имеет начала. Они ведь не были пророками-прорицателями, наоборот, отрицали все сверхъестественное. Да ниоткуда они это не узнавали и не узнали. Им просто хотелось, чтобы так было. Ибо этим самым исключается Творец, Бог Творец. С древности и до наших дней материализм и атеизм используют науку, особенно те ее направления, которые рассматривают мироздания в космических масштабах. Для утверждения своих безбожных идей. Задача науки не быть служанкой материализма и атеизма, не подстраиваться под какие-либо идеологические установки, а искать истину. Только истину и ничего другого, кроме истины. Истинная наука – это такая наука, которая может честно, открыто признавать и искоренять свои прошлые заблуждения, неверные выводы, расчеты и так далее. Если наука знает наперед то, что она должна найти, это не наука, а служанка чьих-то интересов. Ряд известных в прошлые столетия научных гипотез, утративших свое значение к нашему времени, материалисты по-прежнему продолжают считать ценными и прогрессивными, поскольку в свое время они способствовали утверждению атеистического миропонимания. Например, в 1796 году французский астроном, физик и математик Пьер Симон Лаплас предложил космогоническую гипотезу, в которой пытался объяснить происхождение Солнечной системы. Некоторое время гипотеза Лапласа пользовалась популярностью и внесла свой вклад в распространение безбожного мировоззрения. Лаплас один из немногих ученых, кто открыто причислял себя к разряду атеистов. Когда Лаплас ознакомил Наполеона Бонапарта со своей гипотезой, император спросил ученого, а где же он отводит место Богу в этой космогонической системе? На это ученый гордо заявил, что в Боге он не нуждается. Позже были установлены многие недостатки к гипотезе Лапласа, а в современной космологии она утратила свое научное значение. Но и после провала этой гипотезы философы-материалисты объявляют ее прогрессивной, потому что она длительное время способствовала утверждению материализма. На этом примере видна предвзятость всех философов, которые не ищут истину, а отстаивают свою идейную позицию. Мы уже говорили, что материалисты, считая Вселенную бесконечной в пространстве, тем самым исключают бытие Бога. С ним согласиться нельзя ни в коем случае. Слушая или читая подобные рассуждения безбожников, будем всегда помнить, что по своей сущности Господь Бог не может быть ограничен тем, конечно, или бесконечно космическое пространство. Если на самом деле космические просторы не имеют никакого предела, так это или не так, никто из людей не знает и не способен узнать. Это нисколько не исключает существование Бога. Например, возьмем поверхность земного шара. Совершая кругосветное путешествие по нашей планете, мы нигде не находим край земли. Говорить, что форма земной поверхности исключает на земле любовь, добро, правду, значит говорить глупость. Подобно тому, как своеобразная геометрическая бесконечность, земная поверхность, не имеющая края, не вытесняет из мира любовь, добро, правду, так и бесконечное пространство Вселенной не вытесняет Бога. У христианина, основывающего свое мировоззрение на Библии, и знакомого с современной космологией, может возникнуть такой вопрос. Зачем Всевышнему надо было создавать столь непостижимо великое мирознание, когда человеку с преизбытком достаточно планеты, на которой он живет? Давайте разберемся с этим вопросом. Сравним размеры человеческого тела, диаметр земного шара, расстояние от Земли до Солнца. Диаметр Земли более чем 8 миллионов раз, а расстояние от Земли до Солнца 100 миллиардов раз больше размеров тела человека, полутораметрового роста. Насколько ничтожно наше тело в сравнении с размерами Земли и ее удалением от Солнца. Для нормального человеческого быта вполне достаточно домашний очаг, размером несколько метров в длину, ширину и высоту. Однако для того, чтобы была возможна жизнь человека на Земле, наша планета должна иметь такие размеры и такое удаление от Солнца, которые никак не соизмеримы с нашим домом или квартирой. Независимо от того, пять ли миллиардов людей населяют Землю, как теперь или если бы на планете проживал всего-навсего только один человек, величина Земли и ее места в Солнечной системе должны быть такими, какие они есть в действительности. Подобно тому, как без Солнца и всей Солнечной системы невозможна жизнь на Земле, даже и одного человека, так и для существования Солнца и Солнечной системы необходимы те звездные миры, которые мы видим на ночном небе. Мы многое сказали в этом разделе о необъятности Вселенной и что этим самым она свидетельствует о безграничном разуме Творца. Теперь перейдем непосредственно к разделу о Боге как Творце и Промыслителе Вселенной. Вопросы? Если у кого есть по прочитанному дополнение может быть. Нету ни у кого. Ну вот у меня мысль возникла в связи с прочитанным, такая, что если человек утверждает, что Земля плоская, то тем самым он умаляет величие Творца. Так как это все сужено, так все. Здесь мы читали, что вот эта безграничная Вселенная, мы должны восхищаться величием Творца своего. Это уже так невероятно, и так удивительно, и так восторженно. А человек, который так вот все знает, что и глобус, и география, все раз вот как, почему это происходит? От чего? Что это? Дух лжи входит в душу человека. Почему он начинает так мыслить о Творце, как вот о каком-то таком вот тарелка, блин, колпак и все. Не знаю я. Кто может ответить мне на это? Почему вот вдруг так вот человек учился, главное? Не знаю, что происходит с людьми. Ну ладно, да ладно. Давайте дальше прочитаем. Следующий подзаголовок – Бог, Творец и Промыслитель Вселенной. Бог и законы природы. Повсюду в устройстве мироздания человек обнаруживает разумность, то есть закономерность. Иначе познание мира было бы невозможным. Но где же источник этих закономерностей, обнаруживаемых во Вселенной? Для религиозного мировосприятия ответ на этот вопрос таков. Бесконечный в своем разуме Бог сотворил мир вместе с его законами. Если не признавать разумного Творца, значит причину порядка во Вселенной следует приписывать случаю. Ну разве мог случайно образоваться такой сложнейший миропорядок? Наблюдая, что во Вселенной действуют разнообразные силы и что она развивается по определенным законам, человек может решить, что мирозданию присуще саморазвитие. Но это не так. Силы и законы действующие в природе не составляют планов, проектов, чертежей, не производят расчетов, не занимаются анализами и так далее. И хотя они действуют слепо, но тем не менее нам известно колоссальнейшее множество примеров, где результат их действия в высшей степени разумен, осмыслен и целесообразен. Это может быть только в том случае, если Бог, Творец мира, сообщил силам природы определенные законы. Законы, по которым развивается природа, можно по аналогии сравнить с математической программой управления станком-автоматом. Не сама же программа себя задала и не сами же шестеренки пришли в движение, видя работающие без участия человека. Какой-нибудь автомат. Никто не думает, что этот сложнейший механизм появился без высокообразованных специалистов. Говоря о законах природы, следует сказать, что поскольку существуют эти законы, должен быть и их законодатель, Бог. Если взять какой-нибудь текст, например, первый стих Святой Библии, состоящий из 28 букв. В начале сотворил Бог небо и землю, и дать эти буквы на разрезанной азбуке ребенку, который еще не знает их названия, то можем ли мы допустить, что из этих букв он случайно сложит данный библейский текст? Здесь в качестве примера рассматривается ребенок, поскольку он поступает так же неосмысленно, как и силы, действующие в природе. А удалось бы такому ребенку случайно из множества букв сложить содержание целой книги? А если взять большую группу детей, также не знающих названий букв, и дать им сколь угодно продолжительное время, то можно ли допустить, что они смогут из громадной горы букв сложить содержание всех книг в мире? Но ведь устройство мироздания, протекающие в нем процессы, в бесконечное число раз мудрее и сложнее, чем содержание всех книг на земле. Так могли ли неразумные силы природы, не весть откуда появившиеся, устроить осмысленно мироздание и установить законы природы? И где же, и какой же такой готовый стройматериал они взяли? Бог – творец мироздания. Человека с незапамятных времен интересует вопрос. Как возникла Вселенная? Разумное устройство мира говорит о том, что Вселенная не могла возникнуть сама по себе без причины, но создана бесконечно высоким разумом. Любое с каким-нибудь величественным дворцом, не будем же мы объяснять возникновение его таким образом, что, мол, на этом месте как-то сами собой появились стены, крыша, окна, двери и случайно они соединились в великолепную постройку. Что дворец имеет своих строителей, ни у кого нет сомнений. Изящная форма здания позволяет сделать вывод, что постройка возведена с замечательными мастерами по проекту, составленному талантливым архитектором. Мы также знаем, что машина не может появиться без конструктора или других высококвалифицированных специалистов. Часы без мастера, книга без писателя, картина без художника. И Вселенная, которая в бесконечное число раз сложнее изумительное всех зданий, машин, книг, тоже не могла появиться без великого создателя, имя которого Бог. При всем высоком уровне современных знаний о мироздании нет достоверных данных для утверждения, будто бы материальный мир не имеет начала. Безначальность – это бесконечность во времени, направленное в прошлое. Бесконечность же – это, по сути дела, такое измерение, которое никак не вмещается в тесные рамки конечного человеческого разума, и никакому ограниченному опыту она не подвластна. Исходя из определения безначальности, нельзя опытным путем доказать, что мир всегда существует. Каждое живое существует, любое неодушевленное тело имеет начало, и причина, вызвавшая его бытие, существует вне его самого и предшествует ему. Также и мироздание имеет начало, оно создано Богом. Эту истину Священное Писание открывает уже на самых первых страницах. Мир сотворен Богом из ничего. До создания мира не было никакого готового материала, которым Бог мог бы воспользоваться для сотворения мира. Сотворение мира из ничего – это чудо. Это чудо, которое совершилось всем могуществом Божиим. Человеческому разуму трудно принять истину о сотворении мира из ничего, поскольку он руководствуется только тем, что ему доступно в повседневном опыте, в котором не наблюдается происхождение чего-либо из совершенного небытия. К тому же широко распространена древняя аксиома – из ничего не бывает ничего. Здесь следует сказать, что христианская мысль уточняет этот афоризм и перефразирует его так – из ничего само собою, то есть без причины не бывает ничего. Если бы Святая Библия утверждала, что мир возник из ничего сам собою, тогда это было бы, конечно, абсурдно. Но Священное Писание учит, что мироздание приведено из небытия в бытие Божиим всемогуществом, а для всемогущего Бога нет ничего невозможного. Так из ничего Бог сотворил мир – это величайшая тайна для человеческого ума. И не следует пытаться проникать своей мыслью в то, что непостижимо для нее. Чтобы лучше усвоить творческую премудрость Божию, обратимся к примеру. Для запуска рукотворного космического аппарата требуется гигантская работа мысли тысячи и тысяч ученых, конструкторов, инженеров, которых называют гениальными. Необходима точнейшая вычислительная техника, сложнейшие электронные и другие приборы. А как же тогда назвать разум Бога, который привел в движение миллиарды и миллиардов небесных светилов? Движение искусственных космических тел рассчитывается людьми по законам небесной механики, которые человек сам не устанавливает, а только лишь открывает в природе. Бог же не только рассчитал движение неведомого нам множества небесных тел, но и своим умом установил сами законы движения звездного мира. Если учесть и движение микрочастиц, описываемое законами механики, насколько же тогда еще величественнее приоткрывается нам божественный разум? Убедительно говорит о сложности устройства микромира такой простой пример. В одном грамме воды содержится количество молекул, выражаемое 22-значным числом. Примерно таким же числом выражается количество молекул в одном грамме любого другого вещества. Воздуха, железа, кирпича и так далее. Каждая молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. В каждом атоме водорода вокруг ядра движется по одному электрону. В атоме кислорода по 8 электронов, которые расположены на двух орбитах. На первой, ближайшей к ядру, два электрона. На второй орбите шесть электронов. У других видов атомов число электронов и орбит, по которым они располагаются, может быть и гораздо больше. Так, к примеру, в каждом атоме золота вокруг ядра вращается 79 электронов, расположенных на шести орбитах. На первой и два, на второй и третий по 8, на четвертой и пятой по 18, на шестой и 11 электронов. Все тела в мире состоят из невообразимого количества молекул атомов. В каждом атоме движутся вокруг ядра электроны, не говоря уже о других частицах микромира и всех физических процессах, связанных с ними. Нетрудно понять, что мироздание от микромира до мира галактик устроено бесконечным своем разуме Создателем. Христианское откровение сообщает, что творение не было вызвано для Бога какой-нибудь внешней или внутренней необходимостью. Оно было предопределено Богом от вечности. Бог сотворил мир своим разумом, премудростью, волею, словом. В Священном Писании в подтверждении этого сказано следующее. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Притча 3.19. Господь творит все, что хочет, и на небесах, и на земле. Солом 134.6. В первой главе книги «Бытия» содержится выражение. «И сказал Бог, да будет свет», и сказал Бог, да будет свет, не следует понимать, что Бог произносил какие-нибудь членораздельные звуки, подобные человеческим словам. Но этим изречением выражается всемогущая творческая сила Создателя, который привел все из небытия в бытие. Бог прежде сотворил мир бесплотных духов, ангельский мир, а потом создал вещественный или материальный мир. Завершением Божьего творения явился человек, который был сотворен из невещественной и разумной души и вещественного тела. Священное Писание, повествуя о сотворении мира, неоднократно сообщает Божие определение о своем творении. «И увидел Бог, что это хорошо». Святой апостол Павел свидетельствует «Всякое творение Божие хорошо». 1 Тимофея 4.4. Идея творения и мироздания. В разные времена человеческая мысль строила различные космологические и космогонические системы. К концу 20 века человек еще более убедился, что мироздание исключительно сложно по своему устройству и происхождению. Среди всех космогонических систем особое внимание обращает на себя библейское повествование, в котором Моисей изображает происхождение мира. Чтобы понять, как возвышены по духу и глубокомысленны по содержанию истины о миротворении, изложенные Моисеем, необходимо для сравнения вспомнить, насколько примитивны и грубы были в то время космогонические представления у всех народов Земли. Откуда, как ни через откровение от Бога, Моисей почерпнул сведения о происхождении жизни на Земле в такой последовательности? Устройство первоначально суши и водоемов, затем появление растений, животных и, наконец, человека. Ведь наука только в позапрошлом-прошлом столетии открыла, что сначала на Земле появились растения, потом животные и, наконец, человек. Физик прошлого века Био сказал, или Моисей в науке был так же сведущий, как наше столетие, или он был просвещен Богом и стал по вдохновению от него. Около трех тысяч лет назад святой пророк Моисей открыл тайну творения мира Богом. За эти минувшие тысячелетия идея творения получила основательное философское подтверждение. Авторитет ее весьма высок и в наше время среди многих величайших умов. «Разве мог сам по себе человек той далекой эпохи, когда философская мысль человечества была крайне скудной, возвыситься до понятия о Боге как высшем духовном существе и творце?» Боговидец Моисей так описывает сотворение мира, чтобы это было понятным для всех людей во все времена. И как бы на такое повествование смотрели читатели Библии в XIX веке тысячу лет назад, в дни ее написания. Знания о мире расширяются по мере развития умственных способностей человека в частности его абстрактного мышления. В исследовательском творчестве человек черпает для себя увлечение, ищет всегда чего-то нового, неожиданного. А если бы все знания о мироздании были открыты людям в готовом виде, разве была бы тогда интересная научная деятельность? И кто расшифровал бы тогда язык в научных символах, примененных в библейском описании мироздания? Да и на каком таком математическом языке Всевышний должен был бы открывать святому Моисею космологию? Если человек сам по своему усмотрению выбирает язык математических обозначений, словно устанавливает единицы для осмирения всех физических величин и так далее. Если бы в Святой Библии описывалось устройство мироздания, кто скажет, сколько миллионов или миллиардов книг тогда входило бы в ее состав? Но что лучше, стремиться познавать материальный мир, который не познаешь до конца, и душу не напитаешь для вечности этими знаниями? Или же познавать того, кто в совершенстве знает и этот мир, и нас самих, кто все создал, кто один только может написать бессмертную, напитать бессмертную душу человеческую? Знать Бога, иметь общение с Ним, быть Его сынами, это бесконечно выше и ценнее, чем познавать все глубины тайны мироздания. И вот именно к такому богопознанию и богообщению и ведет нас Священное Писание. Люди не способны понять, как Бог творил мир, ведь это непостижимое чудо для человеческого ума. Священное Писание открывает, что процесс творения осуществился вверхъестественным путем. Знание законов природы не даст ответа на вопрос, как Бог творил мир. В процессе творения действовало всемогущество Божие, а оно не имеет никаких ограничений. Если, например, Святая Библия говорит, что свет появился прежде Солнца, в это надо непоколебимо верить. Тем более, что с точки зрения современной физики, свет – это особый вид материи, частные случаи электромагнитных волны, и для его возникновения не обязательно иметь такой источник, как Солнце. Свет имеет немало удивительных свойств, и дивно его происхождение и притворение мира. Видимый свет в самой малой степени помогает людям представить тот неизреченный свет, который есть Бог. Свет излучается, поглощается и распространяется в виде частиц, квантов, называемых фотонами. В пустоте фотон движется со скоростью приблизительно 300 тысяч километров в секунду. Он не может быть в состоянии покоя и не может изменять свою скорость. Свет имеет двойственную природу и волновую, и корпускулярную. Наука утверждает, что у Вселенной было начало. Вся материалистическая философия построена на утверждении, что у Вселенной не было начала. Однако наука 20 века пришла к выводу, что Вселенная имеет начало во времени. В 1929 году американский астроном Хаббл сделал такое открытие. Свет далеких галактик несколько краснее ожидаемого. Причем, чем дальше от нас та или иная галактика, тем больше излучаемый ею свет смещается в красную сторону. На основании эффекта Доплера это можно объяснить ничем иным, как удалением от нас галактики. Значит, Вселенная расширяется. Расчеты показали, что в прошлом Вселенная была сосредоточена в одной точке, значительно меньшей размеров атома. Наука не берется отвечать на вопрос, что представляла собой Вселенная, заключенная в одной точке. Почти все крупные космологи и астрофизики нашего столетия разделяют убеждение, что вначале Бог создал Вселенную в виде первого атома, а уже потом из него привел движение весь космос. Истинный христианин, конечно же, не нуждается в подобных доказательствах сотворения мира. Для него вполне достаточно знать о сотворении мира то, что сообщает об этом Святая Библия. Многие ученые не пытались даже вникнуть в эту тайну. Так однажды Исаака Ньютона попросили, чтобы он объяснил, как возник мир. На это величайший естествоиспытатель ответил, что гипотез он не сочиняет, и задача его как ученого объяснять не то, как возник мир, а какой он есть с первой минуты своего существования. Хотя такое объяснение сотворения Богом Вселенной, которое предлагает современная косметология, исходя из представления о расширяющейся Вселенной, христианское мировоззрение не может взять на свое вооружение по причине бессилия науки разгадать тайну миротворения. Тем не менее, нельзя не воздавать должное тому факту, что наука XX века, владеющая такими мощнейшими средствами познания мироздания, как, например, общая теория относительности, спектральный анализ, радиоастрономия и так далее, пришла к непоколебимой уверенности в том самом, чему уже многие столетия учит христианская религия, а именно, когда раздание имеет начало времени, до появления Вселенной не было ни пространства, ни времени, свет, о котором сказал, да будет свет и стал свет бытия 1-3, действительно возник прежде Солнца, а астрофизики говорят, что этот первозданный свет во Вселенной сохранился, современная астрофизика изучает такие космические объекты, как нейтронные звезды, радиогалактики, квазары, пульсары, черные дыры и так далее, как все это интересно. Какие великие, дивные свои дела показывает нам Господь. Вот, например, черные дыры. Пожалуй, что один из самых загадочных объектов в космосе. Черная дыра – очень сжатое небесное тело. Она поглощает внутрь себя все, что ничто никогда не может вылететь из нее наружу. Время внутри черной дыры останавливается. Черная дыра как бы напоминание человеку о аде. Ведь ад – непроницаемая тьма, время там останавливается, всякий, кто окажется в аду, никогда не сможет выйти из него. Идея эволюции проникла не только в биологию, но и в астрономию. Материализм объясняет появление планет, солнца, звезд, галактик как результат эволюционных процессов во Вселенной. Они говорят, что звездное небо, каким его мы видим сегодня, стало таковым в течение миллиардов лет. Им кажется, что если растянуть во времени на многие миллиарды лет процесс образования Вселенной, это будет выглядеть убедительно. Что можно сказать в этой связи? Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что современная космология, объясняя сам процесс возникновения или сотворения мира, говорит не о миллиардах, не о миллионах, не о тысячах, и даже не о годах, месяцах, днях, часах, минутах, а о таких невообразимо малых долях секунды, как, например, 10 в минус 34 степени секунды, так называемый возраст Вселенной, когда началось фридмановское расширение, открытое Хабблом разбегания галактик, или в миллиард раз меньшая величина 10 в минус 43 степени секунды, планковское время возраст Вселенной, с которого начали работать классические представления о гравитационном поле. Современные ученые говорят, что уже в таком непостижимо малом, в сравнении с одной секундой времени, прошедшем с того момента, как начала свое бытие Вселенная, все физические законы мироздания действуют в таком направлении, чтобы могли быть благоприятные условия для жизни человеческого рода. Так, крупноамериканский физик Стивен Вайнберг в своей книге «Первые три минуты» обосновывает утверждение, что уже с самого начала мира во Вселенной была предобретелена жизнь человечества на Земле. Ученые пытаются постигнуть мироздание, но при этом не берут в расчет то, что в результате грехопадения человечества, во-первых, сам человек изменился в худшую сторону, оказался на весьма значительном удалении от Бога, источника мудрости и ведения, и уже в силу этой причины не способен знать многие великие Божьи замыслы о Вселенной. Во-вторых, последствия грехопадения проникли и в окружающий нас материальный мир, и он сделал сопричастным к тлению и разрушению. В день второго пришествия Господня произойдет обновление неба и земли. Тогда небеса с шумом приедут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. 2 Петра 3.10 Впрочем, мы по обетованию ее ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. 2 Петра 3.13 Безмерное блаженство ожидает каждого, кто во все дни своей земной жизни подготавливает себе жилище на новом небе и новой земле. Вселенная книга Богопознания Почему же и с какой целью Всевышний сотворил мир? Ответ на этот вопрос содержится в Священном Писании, открывающем человеку, что единственной причиной, побудившей Бога сотворить мир, была его бесконечная благость и любовь, желание иметь причастников своей славы вне своей внутренней жизни, а целью создания Вселенной явились слава Творца и блаженство разумно-нравственных созданий. Будучи сам при благ, Бог желает, чтобы и другие нравственные существа блаженствовали, чего они могут достичь только через прославление своего Создателя. Бог ни в чем не нуждается, но он, будучи бездна благости, благоволил несущим, не имевшим бытия, здоровать бытие, пишет блаженный Феодорис. А по словам преподобного Иоанна Дамаскина, благой и всеблагой Бог не удовольствовался созерцанием себя самого, но по преизбытку благости своей благоволил, чтобы произошли существа, пользующиеся Его благодеяниями и причастные Его благости. Вселенная есть как бы величественный храм, в котором все неодушевленные, одушевленные, разумно-нравственные создания непрестанно хвалят и словахловят своего Творца. Слава Божия не имеет подобия с человеческим славолюбием. Бог не нуждается в такой славе, которую ищут в себе люди. Прославление Бога человеком – это наше уподобление Творцу через возрастание в духовном совершенствовании, посредством чего мы, люди, приобщаемся к источнику истинного блаженства и по мере нашего духовного роста уже блаженствуем на земле. Бог не имел необходимости в творении мира и нисколько не зависит от материи. Он действует в материи, но эти его действия никаким образом не отражаются на его собственном состоянии. Подобно тому, как художник пребывает вне холста, а горшечник вне глины, так и Бог не связан с матерей. Подобное Симеон Новый Богослов пишет, «Затворив мир, Господь не переменил место и не соединился с созданиями. Если же он неограничен, то где, скажешь, ты, находится он?» Отвечаю тебе, ищи его не телесно, обрети его мысленно. Ища духовно, ты найдешь его неограниченным, а потому опять нигде, ни внутри, ни вне, хотя и везде, во всем бесстрастно, не слияно, а потому вне всего, так как он прежде всего. Творец на всем своем творении положил печать своего всемогущества, величия, против мудрости. Ведитель Григорий Богослов сказал, «Небо, земля, море, словом, весь мир есть великая и преславная книга Божия, красновечиво свидетельствующая о бытие Божием». Час прошел. Пожалуйста, давайте вопросы. Мир вам, братья, тормоз роликов, можно? Вопрос такой, ну, в первую очередь, наверное, Игнатию Тихоновичу. Вот, когда мы цитируем Священное Писание, ну, как бы мы считаем, стараемся его дословно цитировать, конечно, но не всегда, и все равно мы ссылки делаем. А вот когда вот сейчас, допустим, читали по Святым Отцам, и некоторые люди могут усомниться, сказать, это вы сами придумали, а вот как вот можно было бы ссылки на Святых Отцов вот узнать, где это, у каких взято, и в каком месте, там, ну, даже так желательно вообще было бы. Да. Игнатий Тихонович, ответите. Микрофон не включили, Игнатий Тихонович. А так слышно? Да. Я Романа Николаевича спрашиваю, до сегодняшнего дня вопрос этот возникал у него или нет? Возникал в связи с тем, что люди сомневаются, чтобы им доказать, ну, как-то... Вот. Доказывать не надо ничего, потому что мы сами ничего не знаем. Что мы будем доказывать? Это не доказывать. Нет, я имею в виду, что Святые Отцы. Что Святые Отцы именно сюда. Ну, что Святые Отцы? Авторитетом. Авторитетом. Роман. Авторитетом Священного Писания. У них не было у Святых Отцов понятия о молекулах никакого. Вот то, что притяжение Земли, расстояние, какие там, где спектральный анализ, этого ничего не было. И поэтому, говорят, а, они знали. Ничего они не знали в этой области. И поэтому ссылаться на них и не надо. А где, да как, да. Ты так вляпаешься, что и не вылезешь оттуда. Он сказал, говорили-то все предположительно по тогдашним понятиям. Господь пришел не астрономию преподавать нам, а спасение. Благую весть. Вот этим и занимайтесь. А это, ну, так сказали, вот мы прочитали, Иоанн Дамаскин сказал так. А какие доказательства? Рукописи нету, их сожгли. Доказательств вообще ничего нету. Вот так принято считать, что Пеодорит это говорил. Где это? Понятия не имею. Я с кем разговаривал, вообще никто не знает. А так передается предание, что он это сказал. А показать, да и не надо это. Потому что авторитет только священное писание. На него и ссылается. А на это нет, это для нас. Как для сиборитов. Екатерина задает вопрос. Вот прочитав места Библии, задаю вопрос. О каких краях земли и непоколебимости идет речь в Писании? Это выражение, которое принято на обыденном уровне. А Господь к нам приноравливается, так и говорит. Мы же проходили это. Вы невнимательны были? Солнце восходит. Астроном говорит, солнце восходит. Восход солнца, закат солнца. Нету ни восхода, ни заката. Есть поворот земли. Ну, так принято говорить, и всем это понятно. Ну, все на это. И мы принимаем от них и ничего не возражаем, хотя мы знаем, что это не так. Я скажу грубое выражение. Вот все, что о Боге написано в Библии, где называемый антропоморфизм, о человечине, оно не такое. Это только, что было понятно. Господь говорит, вели квопль на людей, сойдем и посмотрим. Как будто бы высоко, Богу не слыхать, он теперь слез и пошел смотреть. Это говорит, что он тщательно рассматривает дело. Больше тут ничего нет. Никуда он не сходит. И когда говорится «сиди одесну и меня», это означает равенство. Никакого сидения нету, ни кресла, ничего нету. Бог есть дух. Даниилу было показано, сидел, престарел, и там ветхие днями, ничего этого нету. Это нам, чтобы понять, что он вечный, безначальный, бесконечный. Если он старый, а тогда моложе был хоть на один день, тогда это и не Бог. Он бесконечен. И не было момента, когда его не было. Вот один раз это надо сказать. Говорит, простру наидома сапог мой, сапог. Я на это ссылаюсь, я в сапогах хожу. Бог сапоги носит, и я надел. Ну, нельзя же буквально так понимать. все, что говорится о Боге, это применительно к нашим человеческим понятиям, снисхождение Божие. Все на этом. Дальше этого идти не надо. А ты хочешь знать, еще ты не узнаешь, просто сдуреешь, и все. В дурдоме кончишь. Нет конца. Миллиарды лет со скоростью света, и нигде конца нету. Страшно делается, и непонятно. Поэтому знание наше ограниченное, и ограниченным местом называется. Там царство небесное. А где ад? Сегодня меня один спрашивает. Я прошу помолиться об этом. Последние дни недели Сергей, так сказать, Георгиевич, вот, он как говорил, Козлов, что стал говорить с этими людьми, там, чат-рулетка. Он же два ролика поставил. Я там не был. Но я решил и помолился об этом, чтобы взять вахту. Никто про это не говорит, никто не будет брать. Я вошел, уже три ролика готовы. Кое-что улучшаю, и как писать надо вдвоем. Мы уже примерно нащупали. Вот мне еще одно поприще. Сейчас реестр полный, у него 405 роликов. Перебрать, какие у меня есть, чтобы все были на моем ютубе. Володю прошу, чтобы он помог найти. Если кто желает, сами посмотрите, какие у меня стоят его, Сергеевы, и каких нету. На его канал зайти, 405. Вот в прошлый раз мне тут помогали братья Сергея. Сергей там Евтушенко, там Крачков, Андрей из Америки. У меня в ней время нет ничего, но это сделать надо, распространять. Потому что те разговоры, какие он вел с людьми, он вел на почве страдания. Они имеют особую силу. Особую. Вот сейчас о нем выставляю я три высказывания, как было, просят, ну как-то написать. Я уже выставлять начинаю. В газетах, которая была, там мне помогают уже наши модераторы. Я сам перебрал нашу переписку с ним. Переписка. Это не просто так. Мы переписывались в моем мире. Мой мир, Mail.ru. И в этом моем мире я вот посмотрел. мы в первый раз друг друга увидали с 7 февраля 2012 года. А 29 первый раз я ему написал. Ну, февраль-то рядом, там без одного месяца. Значит, у нас что, второй год? Семь лет. Вот, семь лет мы с ним переписывались. Он выступил, говорил там, писал, 829 раз. Я ему написал 1816. Такой переписки у него ни с кем не было. Ну, то есть, ближе вот так, чем мы с ним никого не было. Так это я беру, не беря скайп, а в скайпе сколько наших роликов с ним бесед. А почему? Ну, мы что-то нашли друг в друге. Поэтому, я думаю, так, полагаю, что ролики его, кто может, какие каналы имеет, все перетаскивайте себе. Они имеют, это я говорю грубо, чтобы не поняли, что буквально, имеют особую энергетику. Особую. Они написаны на пределе страдания. Когда мы с ним познакомились, у него этого ничего не было. Он склонялся уже к сектантам. Это все переписки наши видно. Но он быстро это переориентировался. На него нападали тут священники СД эти, лютые волки. Но он все это победил. Они его сразу занесли в список бесноватых и всего. Ну, попы бешеные. Это все уже я разослал тут. Вот, кому я выставил? Кажется, Новикову Сергею Александровичу Евтушенко, Сергей, я прошу, вчера я скинул этот материал, наша переписка. Ее разбить надо. Если по книге, то получается переписка, если вы на бумаге, примерно 550 страниц. Это том большой. Наша переписка. Вот, что оттуда можно взять? Как это подать? Чтобы, ну, по полчаса хотя бы разбить. Сколько там, пусть 10-20 роликов будет, чтобы легко было считать. Мне нужна помощь. А его как бы биографию он сам рассказывал. Я уже начал тоже выставлять, и там написано из администрации, мне на форум скинули, чтобы насчитать эмоционально. Ну, кто берется? Считать надо без ошибок. Виталий Калиников-то здесь? Нет, я не вижу. Подключайтесь самостоятельно. Человек ушел. Ему, думаю, так, что будет известно, что мы делаем. Он будет ходатайствовать перед Богом, чтобы мы сделали все как надо. Чуть-чуть болиные люди шли к нему за утешением. Вот это удивительно все-таки. Я как кончится Евтушенко Сергею говорю, я тут все пересчитаю, посмотрю, а то у меня тут городушка такая на клавиатуре, не могу посмотреть. Подключитесь это в горячих. Не так и много будет материала, но вот этот, наша переписка, она, ну, просто ее больше не будет. Человек ушел навсегда. Нам трудно еще это представлять, туда сунешься, а там никого нету. Вот сегодня Вячеслав Ткащев спрашивал, стоит ли его матери звонить, Татьяне Ильиничне, может дать ей пока отдохнет. я говорю, нет, сегодня пригласи ее на занятия. На занятия пригласи, чтобы не говорили, что ее забыли. А она не придет, ну, приглашена была, не пришла. Не надо за человека решать, а пригласить это, ну, просто хорошо все это. Акт внимания, и никак нельзя будет перетолковать другую сторону. Да. Там что за вопросы еще? Давай, Сергей Павлович. Меня как-то подсоединились сегодня, я никого не вижу, ничего. Ну, Екатерина опять говорит, что считаю, что ответа на мой вопрос вразумительного не получила. Ну, все, значит, на этом все, другого нету. Не получила его и нету. А вы думаете, как Исаак Ньютон говорил, гипотез не сочиняю. Не ваше дело знать времена и сроки. Господь мог бы ответить, просто осадил их и все. А как да? Он говорит, не ваше дело знать времена и сроки. Да, это ответ. Да, это ответ. Не ваше дело. Не лезьте туда. Там голову сразу сломишь. Это мы говорим, а если ты задумаешься о вечности, с ума сойдешь. Бесконечность, вечность, два слова. В эту коробушку тут ничего не войдет. Вот мы мошкара просто. Пророк и сравнивает Исаия, говорит, мошкара. Нет ответа, значит, нет у него и никогда не отвечаете на него, не выдумываете. Выражение Златоуста мне нравится. Его спрашивали, где Илья. Он говорит, что взят на небо знаем, а где и чем занимается не знаем. И чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Все. А я не удовлетворен. Не удовлетворен, значит, уже выпал из обоймы. Ты пошел блуждать по человеческим помойкам. Зачем тебе это? Заботься о том, как наследовать жизнь вечную, как прославить Христа, как быть Вадимым Духом Божьим. Каждую минуту ищи, где можно благовествовать. Сейчас в эту чатру летку я вошел и сегодня опять буду вечером заходить. Ролики ставим пока не очень умелые, подряд пишем, но будем выключать, а потом модераторы у нас администрации будут слеплять эти ролики. Там на 10 человек может быть один только маленько может говорить, а на 20 чуть-чуть побольше. Я не знал даже, что такое изобретение есть. Вечером смотрели, одновременно находятся в этом чате сто там восемьдесят тысяч. Это же миллионная аудитория. А там все только голое тело показывает. Много мусульман там. Ну, увидите, я уже ролик поставил, завтра утром второй поставлю. Идите, заведите по изгородям всех, я эпиграф такой взял. Спасибо. Так. Ну что, нет вопросов больше? Кто еще интересуется что-то, допустим, говорится там Гершель, какие астрономы, они были верующие, а Лаплас был неверующий. А Наполеон-то его спросил, он говорит, а для Бога нет места. Ну и весь ответ. И поэтому все его умозаключения, они при его жизни еще были опровергнуты. Вспомните, Валант, когда начинает говорить, а он там далеко такой философ там поминает, Амануэль Кант, уже далеко, далеко оттуда его не вызвали, дальше, чем в ГУЛАГе, то есть в аду сидит. Я ему говорил тогда за обедом, говорил, они глаза на него там, Берлиосы этот, Галкин, безродный. Хорошее место показано. Туда не надо даже заглядывать, нам это не нужно. Бог скрыл, раз не написано, зачем это сочинять? Тебя любой опровергнет. А ты это видел? А ты измерял? Нет. Ну а зачем сказать, не знаем. Когда Давыд говорит, не смирял ли я, говорит, я не входил в великое, для меня недосягаемое. 141-й Псалом. Не входил в великое, для меня недосягаемое, не смирял ли души моей, как дитя, отнятого от груди матери. Вот мать отсадит, когда ребенка, чтобы уже не пользовался грудью-то. И как он кричит, протягивает. Моя душа тоже хотела это знать, про космос, другое. А я ее смирял. И какое выражение дает? Нет там ничего дальше, не знает. Ни космическая скорость, ни космические дыры, ни о кометах. Ничего не знал Давыд. А прославлял Бога и все. За Солнце и Луну, звезды, все. А о звездах он ничего не знал, что Луна твердая, так он говорит, слово твердое, как Луна. Просто сказал. А теперь там, когда эти крутили, вертели, поняли, что она очень твердая, камень, как булыжник. твердая, 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 твердая. И она в канон не вошла, не только не вошла в канон, а даже ту Библию, которую мы имеем, печатают, то там в седьмой главе пропущено 70 стихов. Они найдены только в Ульгате католической. А у русских ни в одном экземпляре нигде этого нет. А почему? Значит, легко обходимся, это разные манускрипты, вот так тут нет, манускрипт Безы, и Пряма, Сирина. Не там нет ничего. Ориген пользовался теми свитками, какие были. Гекзапла Оригена показывает одновременно, он выводил на шесть переводов разные. Я ни один перевод этот не знаю, тем более это древние языки. Ничего постарались наши отцы, перевели все на дальний перевод, самый лучший в мире, и твердо держись за это. А у нас тут были, которые спорили, их никого нету, даже здесь уже нету. Они малодушные, их ветром выдуло. Я искал толкование, и потом нашел толкование Третьей книги Едры, Лопухин. Он не святой отец, но толкует хорошо, и он показывает, что все события, указанные в Третьей книге Едры, они в прошедшем времени. Интерес мой сразу пропал, а зачем мне это голову забивать-то? Когда будущее, говорится, его сядет в храме, как Бог, выдавая себя за Бога. Вот там начертание будет, на лоб, на правую руку, 666, тут еще можно говорить, а как это будет? Узнать, чтобы не попасться. А когда это все было, и он по годам раскладывает, когда это было, все, мне не надо знать, я узнал. То есть, не знаю это, я ничего не теряю. Это прошлое, совершенно не касающееся России. Кто там задает? Если вопросом недоволен, ты будешь недоволен не просто ответом, ты недоволен, кто отвечает. Я уже эту историю знаю. То есть, сатана уже добился своего. Человек пойдет искать в другом месте, а там вообще ничего нет. Почему? Нет этого. Вот поп и бес. Фильм такой показан. Они начинают там вот такой-то вопрос решить математически. А как? Он не решается. Он не решается. Он душу подписал. А сатана-то не знает в математике ничего. Ну, хорошо показано. Не решается. Никто не мог, ни Ландау, ни Борн, никто не мог решить. Ни Лобащевские. А говорят, решили Нобелевская премия. Ну, говорят только. Там вместо двойки, если бы тройка стояла, тогда бы сходилась. А получается результат только. А сам процесс, как выйти к этому, никто не знает. Я любил математику, но я вижу в этом деле, я далек-далек. Меня это даже не интересует. Продолжение следует... Так, ну если Сергей дальше ничего не будет, то распускай. На Вячеслава Ткачева выходите и узнайте там, как Татьяну Ильиничну нашли, нет, сегодня. Чтобы она, ну, теперь уже была когда? В пятницу. Пришла, ей все-таки утешение будет. Да я здесь с вами. Я дозвонился до нее, она сейчас на даче там. Ну вот и хорошо. Главное, что мы оправданы этим в дальнейшем. Никто не скажет, что ее забыли. Она может сказать. А так мы сказали, оповестили, а она на даче. Во славу Божию, ее никак не забывать. Представь, пустое место, она подходит, никого нету. Она 17 лет не отходила, я там был. На меня все, что вы сняли, все найдите и вышлите. Но в таком тоне выяснили, как будто это из интернета, что я не могу ничего снять у вас. Как-то не снимается. Что не снимается? А кадры, которые у вас там записаны были, из этих надо составить ролик. Дальше еще труднее будет доставать. Да вы отдайте программистам, он все сделает. У вас же есть там... Ну, еще я не могу скачать, программистам давать. Я им должен послать как-то. Ну, и скачивать, ссылки дал. Такие-то, которые делают, вот у меня Новиков делал, Тептушенко, Сергей, они очень легко копии снимаются, я себе их беру, закачиваю, отдаю, храню и все. То есть, очень легко. Ну, тут то ли такая программа, или почему так, не знаю. Вы скачать не можете, что ли, не пойму, для чего? И пока ничего нет. Да я ссылки вам дал, ну, как ничего нет, скачайте просто. Я не могу ничего сказать, потому что у меня идет закачка. Вот. И поэтому... Да нет вроде ничего, уже все закачало. Обработка завершена. Я много закачиваю, она слабая, тихая. Там архивы просто, разархивируйте, и будет видео. Я в архивах вышел. Ну, да. Надо еще фотографии, какие нашли, которые были, как-то сделать в виде ролика. Фотографии сложить. Ну, бывает так, листья христа, это там что-то. Музыку какую-то не берите, из-за музыки тут блокируют. Без музыки. Но если музыка, то сам играет что-то там или где-то. А они сильно за это глушат. Администрация Ютуба. Холинников старался, старался делать. Ну, кое-как. А они рубят. Ну, у них тоже система, может быть, кто-то в монетизации мешает. Ну, все, Сергей. Призывай на молитву. Выпусти нас. Мир всем. Вопрос хотите задавать? Задавайте. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Город-Королев. Игнатий Тихонович, подскажите, пожалуйста, вот, как можно правильно оценить свой пост? То есть, вот, для себя ответить на вопрос, ужесточать пост, либо достаточно того поста, который соблюдает человек, вот, оценку своему посту дать, чтобы понять. Так, вот сейчас у нас тут занятия идут. Как только сейчас кончим, я скину вам весь материал о посте, там все сказано. Это у меня есть книги, которые я выпустил, к истинному православию. К этому добавлять уже ничего нельзя. Вы получите полный ответ. Самый полный. Что говорит Библия, каноны, святые отцы, жития святых? Спасибо большое. Не уходите только сразу. Смотрите, где вот сейчас занятия идут, я тут выставлю. Изучение там и проще. А если нет, на меня выходите. Благодарю вас. Спасибо большое. Интересно, у вас голос очень похожий на одного был у меня, заходил из Греции. Я даже подумал на него. Ну, все, наверное, Сергей. Давайте, помолимся. Достойно есть я крово истинно, блажит дитя Богородицу, пресно вложенную и пренепорочную, и матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения с Ерафием, без истления Бога, слава родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Молитесь, Игнат Игоревич. Любящий наш Отец Небесный, мы благодарим Тебя, что Ты продлил нашу жизнь, позволил собраться, склонившись перед Священным Писанием и Твоим величием. Хвала Тебе. Будь милостив к нам, расширь нашу память, чтобы мы искали нужное, что можем применить к спасению и прославлению Тебя, Господи. Как многое никому не открыто. Но главное, Ты дал нам, что любовь Твоя коснулась человеческого рода. Ты отдал Сына Своего, Иисуса Христа. Слава Тебе. Будь милостив к нам, Владыка. Упокой в Сарстве Небесном представлено раба Твоего, Сергея. И утешь матери его, Татьяну. И благослови, чтобы труды его были распространены. Тебе, Господи, хвала и слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь.